Мир сквозь черные очки. Для инвалидов по зрению это реальность. Они не видят ни улиц, ни людей, ни солнечного света. Но все слышат и еще больше понимают. Ежегодно 13 ноября инвалиды по зрению отмечают свой праздник. В Иванове в клубе общества слепых подготовка к этому дню начинается за несколько недель. Про таких, как Павел Зиновьевич, говорят. Тотально незрячий. Ему 79 лет. Много лет до пенсии он работал на военном заводе. В 2005 году в один день мужчина ослеп. Виной тому гипертонический криз и инсульт. Сосуды головного мозга были повреждены. Зрение исчезло навсегда. Два раза в Москве лечился. В основном это в институте микрохирургии глаза именно Гермгольца. Ну, бесполезно профессорская, привлекательно к такому образу жизни. Теперь мужчина занимается музыкой, много поет. Здесь говорят, хор позволяет инвалидам стать частью общества, почувствовать себя полноценными. Я почти всего лишился. Я не знаю, что такое город, не знаю, как выглядят люди, не знаю, как выглядит природа. Ну, помню так, как раньше видел, так вот так я и помню. А теперь я этого ничего не вижу. У Ольги Александровне уже седьмой год я. Надоедаю ей. Она меня это все учит, учит. Ну, мне нравится, что она меня это все время на, как сказать, правильную стезю ставит. Людмила Афанасьева несколько раз повторяет слова песни, ее подопечные их запоминают. Занятия проходят дважды в неделю, по два часа. Люди не видят, но все слышат. И в музыкальном плане это плюс. То, что они более, как бы, относятся к пению более скорпулезно. Они слушают друг друга, вот слаженность. Именно когда вот в пении распеваемся даже, вот чтобы выровнять звук или текст, они очень внимательны. В большинстве своем в хоре люди уже зрелые. Незрячую молодежь сюда не затащишь. Хотя зря, признается Александр Сорокин. У него врожденная глаукома. Для незрячих важно не засидеться дома. Нужно общаться. В Доме культуры я занимаюсь с 1978 года. Но раньше я ходил только в мужской хор. Потом, когда мужского хора у нас не стало, я уже перешел в хор ветеранов. Это очень много концертов. Вот только в среду ездили в Улухский район, село Рябово. Дважды в неделю собираются и незрячие актеры. В труппе 11 человек. В этот раз готовится постановка по произведению Роберта Рождественского «Реквием павшим воинам». Мы были всякими, но мучаясь, мы понимали, в наши дни нам выпала такая участь, что пусть завидуют о них. Руководитель драматического коллектива Людмила Чернышева учит незрячих правильно произносить текст. Те, кто хоть немного видит, читают сами. Для остальных текст она надиктовывает на пленку. Репертуар подбирается душевный, для женского коллектива, и чтобы возраст потенциальных героев соответствовал. Что здесь сложность для режиссера? Нужно продумать декорации заранее и больше их не менять. Здесь, если в училище я работала с ребятами, мы так делали, потом вдруг что-то не получается, мы меняли декорации, мизанцены, все. Здесь с этим сложнее, потому что они привыкают к этим декорациям, они знают, что они пройдут, и здесь будет стул или что-то это. Они знают заранее, сколько шагов. Екатерина Викторовна всю жизнь работала на предприятии, но с детства мечтала быть актрисой. Слепота помогла и раскрепоститься, и побороть страх сцены. Мне дали роль, я ее выучила. Несмотря на семейные неурядицы, на семейные дела, я все-таки как-то стремилась в этот коллектив. Коллектив у нас очень хороший, очень дружный. Мы все друг друга поддерживаем. У незрячих в нашем городе, увы, не так много возможностей для самореализации и для досуга. Спасают книги, уверяют сотрудники библиотеки для слепых. Воображение рисует в голове человека картины, еще более яркие, чем реальная жизнь. Роль нашей библиотеки, это, конечно же, и реабилитационная роль. Мы выполняем и досуговую функцию, познавательно-развлекательное мероприятие у нас. То есть мы выполняем все те же самые функции, что и обычные библиотеки. Августа Алексеевна в библиотеке работает уже 28 лет. Она умеет разбираться в людях и их книжных вкусах. Всегда знает, кому нужно посоветовать детектив, кому любовный роман, а кому приключения. На полках слева книги с браилевским шрифтом. Справа тексты с укрупненными буквами для людей с ослабленным зрением. Читать, рассказывает хранитель фонда, слепые люди очень любят. Именно книги становятся для них проводником в жизни. Уникальность библиотеки для слепых состоит в том, что у нас есть в фонде несколько видов издания. Во-первых, это книга-аудио, которая представлена на кассетах и в электронном виде. Электронные издания – это CD-диски и флеш-карты. В библиотеке о проблеме старения аудитории знают, поэтому разработали свою систему привлечения слепых в места специализированного отдыха и досуга. Здесь с незрячими работают с самого детства. Малышей привлекают к чтению, организовывают праздники. Чтобы они выросли и поняли, что таких, как они, много, и слепота не ставит на жизни крест.